Против Фрэнс. Вот, Рамзэйсач. Хорошо, хорошо. Бэйби Найт. Но это команда уродов, по-моему, у Клауд Найн. И Хиромайт. Ну, норм. Короче, пока дотки немного всё равно посмотрим. Там это самое. Так, если, конечно, ОБС. Ага, спасибо большое. А сколько уже Баттлграунд скачался? Порядка 10%. Но он долго там. Я поставил ещё скорости немного, чтобы не лагало ничём. Понятно. Лучшая команда патча. Ну, посмотрим сейчас. То, что у них есть Мипошка вместе с Даззлом на первые два. Это как бы уже интересно. Забанили Троляку. Забанили Виктора Виверну, которые мешают Мипарям. Ну, кстати, инвокер не в бане. Я не уверен, кто на миде стоит во френдзах. Но если это Тёма, тот самый Тёма, который заизменяя играл в КБУ Джуниор, то он может на инвокере ебасоса оторвать. Правда, вряд ли инвокер хорош против Мипа. О, Митяй здесь. Я просто услышал Cloud9, хуёвая команда, и триггер словил. Понял. Ну, я к тому, что там этот самый Бэби Найт, Хистоя, Жирот, вот этот Эйс Аутяги. Ну, так-то с одной стороны, да? С другой стороны, типа Эйс Красава, не токсик, и вообще ебёт. Всё, что движется. У них очень концептуально интересные пики. Типа они там и Бруду в мид берут, и Кентавров Кора придумали. Они именно вот через этот, через Мант Стайл и прочее. Кроманда, вот находка. У них, может быть, не всё получается, но они реально хороши. Не, ладно, хорошо, сейчас посмотрим. Ну, я вижу уже там Акса всякими паре, это интересно смотреть. Я просто к тому, что Бэби Найт, он такой себе. Ну, может быть, но когда он после Старкрафта вернулся, он в целом исправился. Да, блядь, он и до Старкрафта, и после Старкрафта. Чё-то так себе, не знаю. Он, у него не было какого-то такого времени, когда он реально ебошил, когда прям сиял Бэби Найт, он типа всегда был средничком. Мне кажется, поэтому я как-то негативно к нему отношусь, что ли. Ну, не то, чтобы негативно, но, как бы это сказать, халатно. Нет, не халатно. В общем, плохо отношусь к нему. Ну, и твои ставки, я думаю, они, друзьяшки, развалят. Варлок. Кстати, Варлок в порядке сейчас должен, наверное, этого Мипаря гнобить. Не, ну типа по идее у Клауднянь есть идея неплохая. Типа они взяли Даззла, Мипа на первые два, и сразу третьим забирают аксы себе. Прям реально странно. Заранее прошу меня извинить, но я должен сообщить, что то же самое есть у Адеквата и Смайла на Dota 2.ruhub. Ну, заходи туда тоже. Да. Ты чтобы потом на меня не ругали, что я тут сижу и параллельно что-то делаю. Так давай будем просто рекламировать стрим Ruhub'а сейчас здесь. То есть без проблем. Все, поехали. Как я, курс.tv, слэш Дрэдс ТВ, кстати, подписывайтесь, отличная штука. Я напишу текст, надо будет зачитать. Да, легко. Не, на самом деле плевать. Главное, чтобы игра была хорошая. Это правда. Потому что тебе довольно забавные чемпы. Они вот собрали там 8 команд, и они между собой будут буквально сразу на вылет играть. Без гру, без ничего. То есть просто их раскидал по сетке и поехали. Это на этом туричи? Да, это оверпауэр туричи. А сколько он длится? По идее, завтра последний день. А, прикольно. Херомать жестко. А, вот этот рухов. Короче, я как-то сегодня назвал Херомайта заместителя директора по техническим... В общем, технического директора. Но на самом деле очевидно, что Херомайт директор по маркетингу. Алло. Включайте, что ты? Алло, курс тоже он рекламен постоянно. Привет, Мерф. Привет, Мерф. Так, я, конечно, не эксперт. Но почему у команды Фрэнс есть уже и этот Огар и Магнус, и нету еще Джаггера либо Медуза? Не понятно. Кстати, хороший вопрос. Так у них руки разразлены, они могут что угодно взять. В Рейс Кинга, например, кстати, хороший выбор. Но теперь у них осталось только Медуза в мид. В смысле, а в Рейс Кинг чем-то не керри, который в Соляру может накидать? Ну, а зачем тогда Огар и Медуза? То есть они говорят, парни, мы это в лейт. И в Рейс Кинг, кстати, бафает тоже Медузу. Слушай, действительно. Короче, сейчас я еще кое-что сделаю. А кто у них на Медузу стоит? А почему вообще там Флай? И кто такой Эмпти? Что это за команда? Эмпти, наверное, это Тёма. Йока? Тёма? Тёма, да. Этот самый Флайджер сыграл в Double Dimension на квалах. Вышли типа с OpenQ, поиграл в закрытых. И его левел апнули во Фрэнс. С разных друзей, да. Левиафам, ну ты сам смотри, как бы... Ты можешь договориться, Херомайд настроится, к нему на работу, если ты понимаешь, о чём я. А почему они банят тинкера? Это же Медуза. Или вы просто можете быть... Стотингеном Медузы. Андрей? Да? Там секретарь на тебя жалует. Почему? Как вы можете секретарь на тебя жаловаться? Что за глупость? Ну вот так вот. Наш директор по Македену должна быть. Кто она? Большая, женская. Ну да. Слушайте, ну вы там можете сами разобраться, на самом деле. Это я так, типа, предварительно. Я никакой не директор. Что? Ну хорошо, она директор, ты помощник. В общем, ребят, ну... Что? Как мы будем дальше строить свою эту самую пирамиду, если мы на таких вот моментах, просто вот на названиях уже теряемся? Это плохо всё. С Сент-Кинг. Видишь, Мерф никаких Медузок не будет. Они не понимают, что они делают. Они могли, но не смогли. Ну там, видимо, боятся, побаиваются. Во-первых, что-что мидера... Стоп, я ничего не понимаю, короче. Глаза боятся, а руки делают. Ничего не понимаю. Почему ничего не понимаешь? Друг, ты чего? А я чего? У тебя там звуки какие-то. Я думал, у тебя Феникс, может быть, скажут стримеры пидоры, но там что-то другое было. Бля, ты сейчас от Лёка начал говорить, он замолчал за это. Он бы сказал, что стримеры пидоры. А, подожди, это он говорил, что ли? Да. На. Я правильно понимаю, что это попугай. Да, это сам не собака же. Подожди, а почему не такой голос грубый, прокуренный? Не знаю. Андрей Васильевич. Да. Но я ин-директор, я же секретарь. Так, а почему тогда Хиромайн говорит, что ты зажалуешься? Как так получилось? Я не знаю, что я занимаюсь маркетином, а это не замечает с вами. А, хорошо. Все, все замечено теперь. Я хотела бы уточнить. Вы директор завода? Так. Стоп. Нет, это не завод, ни хрена. У нас есть кабинет для переговоров, кабинет директор, рабочий. Это не завод. Хотя, подождите. Да, да, это завод. Я понял, наконец-то. Да. И вы как бы разводите черепах. Хорошо. Звучит так себе, конечно, для черепах, наверное, особенно. Но, предположим. Это первая какая-то получается. Я просто хотел уточнить, да. Хорошо, все, продано. Все. Да, все, спасибо. Вы можете быть свободны. Блин, круто быть директором. Какая-то у тебя субординация такая себе. Все приходят, ругаются. Ты же главный. Ты должен ругаться. Ну, нет, нет уже какого-то вот этого, знаешь, ежовых рукавиц там и так далее, там подобное. Все свободно, все на энтузиазме, понимаешь? Как в гугле, да? Каждый сам решает, что-то. Какой-то красочнее стал. У меня не анимированные портреты. У меня не анимированные портреты. Да. Да. Но, вообще, то зерно на нем разваливает, поэтому... А как вы прокомментируете то, что Virtus.pro Рамзес, но в Рейс Кинге купил на линию и манго, и кларити? Ну, это здорово. Ну, раньше, вот всегда на героях типа Свена и в Рейс Кинга, после того, как ты кинул пару станов, тебе хочется выпить кларити. Но проблема в том, что в процессе добивания крипов всегда есть такая ситуация, когда тебе нужно где-то добить крипа и принять тычку от него же. Ладно, вы не поняли. Избивается кларетка. Это для суппортов. Да, блядь. Не, кларетка это охренительная штука. Я с ним полностью согласен. Особенно для врача Кингад. А, и еще лохи здесь нет, правильно понял? Угу. Его и заменяет Рамзес на коррору сегодня. Дефолтный завод, где приходят к директору-работяги и говорят, что надо. Не, короче, это все как в гугле. Каждый решает то, что... Точнее, в Вальве. И как в гугле. Он собирает стример. Ну, это, кстати, полное дерьмо. Мне кажется, должен быть директор по собиранию. Вообще, мерф у тебя пока неплохо получалось очень. Не, я технический директор. И где вообще моя зарплата? Так. Ну, это к финансовому менеджеру. Я получил, че. В бухгалтерию обратитесь. Да, да, да. В бухгалтерию. Блин, да бухгалтер нужен еще. Мне в самом сайте нравится line-up. Ноя какой-то... Аня показала, что он юный бог. Показалось. Нет, Мепарь берет третий. Кидает сет, кидает вторую. Да, зло хилит сквозь мифы. Что, Б? Копаться же сейчас нельзя в этом дерьме. Так, а че вообще происходит? Думаешь, копаться нельзя? Да? Я уверен. Я, кстати, вот этого не понимаю. На каком основании Акс, учитывая то, что он стоит против рейскинга, позволяет себе, блядь, уйти в лес. Что это такое вообще? Это вот именно поэтому я могу уже немножечко подтвердить то, что это команда говна. Митя, я дико извиняюсь сразу. Да нет, я не понимаю, что они... Смотри, смотри, смотри. Он, типа, ушел в лес, потому что он с него денег больше выформит. И ты не уверен, что ты выиграешь, типа, эту линию, потому что, типа, волок, что-то будет напрягать и так далее. А так, звери получают экспириенс, и Акс получает фул экспириенс и фул деньги. И в целом получает свои вот айтены. Фармит быстрый даггер, и после этого двигается по карте. А то, что в рейскинга фул фрифарм, это поставили? Ну, то есть, в рейскинг, даже если получишь, там, типа, 5000 нетверсов, ничего страшного. А если Акс получит свои 3, то, типа, это пизда. Подожди, как это ничего страшного, если тут на него вся игра идет, он единственный керри, на которого будет кидаться блудласт и импавер. Ну, то есть, она будет кидаться, но он начнет все-таки не бурить, тоже не так много нужно. Ему нужен армлет, ему нужен даггер. Ну, в зависимости от того, конечно, что он будет собирать. Но если так, то вот это два артефакта, которые ему нужно очень сильно становится. Потому что фармить, даже при всем при этом, он все равно сможет быстро, из-за того, что на нем, опять же, импавер будет. То, что, конечно, Earth Spirit себя хорошо чувствует, это здорово. Но, мне кажется, с тем же Earth Spirit, Акс, вот, понятное дело, что есть еще такой вариант, где приходит Огр на топ, помогает. Но, тем не менее, вот, если бы они начали, как начали, то Акс с Earth Spirit 100% криппов бы убивали на линии этой. И у Врейс Кинга точно не было бы 13 на 7 крипстат, и все так хорошо. Так что, осуждаю. Это тоже верно. Это дошла инфа, что на Магнусе Алоха играет. А, Алоха? Это фейк его, что ли? Тихо! Ну, можно быть. Тихо. Когда слышите такой звук, просто молчите. Это попугай, и он, возможно, скажет что-то. Тихо, можешь гарнитуру дать попугаю, а не другу? Маленькую гарнитуру на маленький попугай, да, было бы норм. Тихо, на самом деле... Мне кажется, это пристал мой голос, нет? Мне кажется, это телевизор. Ну или да, стрим. Ну, кстати, это тоже реально подозрительно, типа... Не, подождите, что... Тихо, попугай комментирует игру. В смысле он это делает? Не, подозрительно, что попугай так много пиздит. Ну, может, тут бро хаб хочет. Ой-ей-ей. У нас точно попугай был, по-моему. Важно, я сейчас заткну его. Так это он так спамит? А? Что, Феникс? Да. Ну да, он пиздит и пиздит без остановки. А TeamFight, ты он нормальный комментирует? Я не знаю. Лучше, чем Вера. Блин, ребят, он пиздит и пиздит без остановки, а потом жрёт своё дерьмо. Мне кажется, это дефолт на такой вот ублюдок в твоей команде в доте матчмейкинге. Ну, он там пару раз произнёс, кстати, с тремя репитом. Но вполне возможно, что это не слышно было. Ну да. Ему нужна калитура своя. Теперь Акс с пятым левелом приходит. И Рейскинг чуть-чуть недоволен. Не, да, это тоже правда. Сто ху. Это, короче, палка о двух концах. По-моему, сейчас Акс сдохнет. Просто вот как бомжара. Он ещё и распирита чуть не убил. Короче, ну... Вы знаете, ребят, всё-таки... Ммм... Если я не ошибаюсь, если я... То Магрос это единицный мидер, на котором играет Алоха, а не СФ, чего? Знаете, да блин, в Алохе 9000, я уверен, что на многих может нормально сыграть. Я... Лера, он же на керри играет. Вот что хочу сказать. Он вообще последний, там, видимо, запрещен талп. Вот что хочу заметить. Что, реально, это такая... Не особо важная, на самом деле, в игре момент, потому что, по сути, получили бы, не получили бы, там не так много было бы разницы. Но, тем не менее, я думаю, что если бы всё равно сразу пришли, то было бы намного лучше. А сейчас он приходит и дохнет второй раз уже на линии. Вот так вот. Ну, а представляешь, они сразу бы стояли, прилетел точно так же бы Огр, и они так же бы сосали. Ну, в таком случае просто Акс может... Ну, без Квеллинг Блэйда, конечно, он будет дольше фармить лес, но уйти, а Эмбер Спирит, в свою очередь, отправится на другую линию. Например, вниз. Потому что сейчас, допустим, я вам скажу то, что Санкинг имеет шестой левел уже. А он не нужен внизу, там экспы, ну, он будет всю экспу воровать, которые так еще мало. Мепарь выкачивает лес четвертым левелом, а пятым уже... Ну, а четвертый левел как-то получить надо. Кстати, смотрите, там... Ты говоришь про старт, если в самом начале как было бы, если бы Огр пришел на линию, на которой стояла бы дабла. Да, 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 Огр пришел бы, но он бы стянулся к тому, что ему пришлось бы... Ну, он не помогал бы снизу, а снизу в итоге даззл с этим самым с геомайнсером сразу стейли бы. Да, Вася, как обычно. А чё там было? Я не понял, почему Акс развернулся вдруг. Неважно, он завязал ульту и просто отменил я не дэкставав, потому что Акс отбежал. Кто завязал ульту? Скорпион, потратил ульту. Акс, вышел на сенткинга. Афтерлайф. Решил скастовать ультимейт. Ну, Акс решил развернуться. А-а-а, сейчас проверим. Вообще-то перемотка есть. Да, да, я и хочу воспользоваться. Да, неловкая ситуация. Ну, не такая, как у Аллахи сейчас произошла. Неловкая ситуация с игрой, я чё-то всё залагал в дерьмище. Такое бывает, когда перематываешь. Да, ну, как бы это бета игры. Поэтому Ничего странного. Так. Блядь, смотри в рюкзак сенткинга просто на все случаи жизни у него там. У меня там ничего не показывается. В рейсе. В рейсе кинга. А-а-а. Ну да, подлечиться, по манке там всё есть, всё есть. Короче, не знаю. Мне кажется, ну, в рейсе кинга сейчас всё слишком хорошо. Могло бы быть хуже. На порядок хуже. Так, а чё, куда идём? Да пока никуда не идём. ВК-3 показывает. Ну, я подозреваю, что если не получится на ЛФД собрать, то дорога нам прямая в ВК-3. А если РП в миду сейчас будет? Три клещня уже идёт. Бам-бам. Только, кажется... Бам-сак. Бэйби Найт, видели, чё хотел, а? Видели, видели? Закупался. Он хотел спрятать Огра. Судя по всему, чтобы тот не дал ему стан, но не успел. Или он просто запаниковал. Ну, кстати, вот, опять же. Вся эта ситуация с Аксом. У Cloud9 какая задача-то в игре? Как у любой команды, которая играет с Мипа, главное, чтобы у Мипа была больше всего фарма. Но, учитывая то, что земель изначально стоит сверху, то, что Аксу фармивает лес, это ослабляет фарм Мипа. По сути своей. Я не уверен, что это для них хорошая идея. Короче, не знаю. По-моему, просто, учитывая то, как много пользы может приносить оффлейнер, не обязательно убивать кого-то. Просто стягивать на себя, так сказать, ресурсы врага. Обязательно нужно что-то делать такое. Типа, нужно брать Гурман Шилд и идти делать грязь какую-то. Сейчас не совсем понятно, что они делают, но они, видимо, ульту его даже не хотят прокать. Ну, он хочет. Да, он очень хочет. Возможно, они хотели просто урну зарядить за спириту. Возможно. Ах. 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 С другой стороны, конечно, у Акса все равно очень все неплохо. Даже с учетом того, что он сдох пару раз. Даггер сейчас будет скоро. Даже не просто даггер, а, больше не менее, талон и стики грейжные еще. И тангусик. И тангусик. Чужой. Время идет, а на эфир все еще на огоре. Блин, как они вообще умудряются 6 лвла получать в этой игре, теперь это очень невозможно сделать. Так, леса все формят. Бам. Так все, стики топал. Просто топал, хотя бы даже ты же сдохнешь, но я. Ты что? А, не, не сдохнешь. Не ладно. О, нырнуху сейчас сейчас зарядить. Хочет ее. Не получилось. Ооо, мне ранжи ставил. И зарядить теперь. Ух, ебать, вот это провал. Ух. На нахуй. Зачем ты его спрятал? А блинг? А блинг? Купил? Купил. Я что-то ничего не понял. Ты ворк. Да, ну, типа вот, какая причина может быть спрятать акса? Без идей. При том, что тот еще где-то секунду еще должен был быть в грейве. Кстати, у Флая, мидасик, блять, восьмой левел на варлоке. Здорово. И мидасик приехал. Ты как понял все это время? Сейчас, конечно, посмотрим, как игра изменится, когда подключится мипарьский. Потому что, по сути, у этих самых, у Фрэнс сейчас уже пять героев себя реализуют. У Клауднянь пока что еще мипаря не было. Бам. Бам. Вот. Плюс сейчас появился у акса даггер. Можно пару пиков сделать каких-то хороших. Блин, я использую слово пиков. Ну, жесть. Так. Сжег ману сразу. Бэби Найт-то задрот. Обращу внимание. Шарик как-то работает. Да. Вообще не стесняется в эту хуй кидать. Не, а что-то стесняться особенно сейчас. Это вот Рамзес. Ну, блять, он просто девять тысяч пытается загреть. ЛС. Блин, ну тоже, на самом деле, у ООД ничего нету. Два нулика. Блять, Мидас идет вперед. Давай ломаем. Ну вот, кстати, подключил, получается, мипанский. Минус один. Голема нет. Делать нечего. Санкинг. Скорение еще на всех. Да. Четырнадцатый левел. Так-то. Кстати, какие еще у мипария таланты? Пятнадцать урона. Пятнадцать урон от одного? На всех? Да. На одну к каждому. То есть сорок пять урона у него получается на первом левеле, можно сказать. Сейчас, позже, шестьдесят семьдесят пять. Ага. Пятнадцать процентов вампиризма, я так понял, тоже каждому, да? Все на всех работает, да. Все на всех. Ебануться. При том, что это герой, который быстрее всех опыт получает еще. Это жестко. Это реально жестко. Да. Так, ладно, на самом деле у Рейскинга тоже крутые таланты. Ух ты. Плюс десять к интеллекту. Этот поворот. Короче, не делает все сразу даггер. Рамзес делает блейдмейл сначала. Ну, реально, тут нужно урон отовсюду брать. Хотя вот, я еще смотрю на этого варлока, и я понимаю, что в этой игре он будет большой. И он будет полезный, скорее всего. Потому что банды на мипаря — это фаталити. Что, Гриш? Если через десять минут игра не закончится, то да, он довольно полезным будет. Не, да, когда есть мипа, он как бы всегда может еще базу сгрызть достаточно быстро. Хекс сразу. Короче, по идее, тяжело очень будет как-то этим самым друзьям сплитпушить или что-то такое делать, на что одного даггер хекс будет, еще акс есть, который тоже если что прыгает, кого-то колет там, убивает. Чуть ли не в соляру. Реально тяжко будет. Поэтому, предполагаю, что если команда Фрэнс не бегает в пятером, то фарм в пользу Cloud9 начинает очень сильно скапливаться. А вот. Но, в Рейс Кинг, в свою очередь, будет хорошо фармить. Очень хорошо. Вот эти вот Bloodlast, Empower, на героя, у которого 500% крит по нейтралам, это жестко. Ну, Рошан, кого-то можно будет рано пойти забрать. Да, можно ваншотом сатиров этих убить, например. Не, Рошан вообще отлетает супер здорово. Это рискинган. Главное, не упусти момент, чтобы мипа его не забрал. Да, мип тоже делает неплохо. Вот, на втором левеле у Рейс Кинг какой-то супер дерьмовый талант. На 25-ом охренительные, на 20-ом в целом тоже очень хороши. А на 15-ом, что-то, как-то, вот, как-то 15 скорость передвижения или 50 урона в секунду от стана. Это, ну, просто 100 демиджа стана дополнительно добавляет, по сути своей. Ну, не густо, да. Реально. Реально. На третьем хороший, типа, вот. 20 сили или 40 скорость сатаки. Трильдайс. Так, шторма примерно. Да, он реально крутой. А что у шторма? Тоже 40 скорость сатаки. Понял. Трильдайс. Брал часть. Тут, как бы, вот эти криты, боже, покчамп. Так, а что там за эти самые, за бунты в чатике? Там поспамили просто и пошли. Контент требует. Так вот контент же. Работяги бунтуют, короче, на заводе. Митинг. Да. Сабля. Вот саблю, кстати, уважаю в Рейскинге. Реально уважаю. Хороший айтем. Конечно, есть вопросы по поводу того, что даггера нету. Но вот насчет сабли, насчет сабли норм, все. Все круто. Очень, очень, очень круто. Очень круто. Там просто так получится, что ты вот собираешь шрамлет, ты собираешь блейдмейл, потом делаешь саблю, и это по факту очень много дешевых артефактов. Которые скоро придется пересобирать с таким фармом. Хотя, вероятно, это не самая большая проблема, когда тебе нужно пересобирать артефакты на каком-то герое, когда у тебя их шесть. Особенно учитывая то, что у героев теперь девять слотов. И у него, кстати, они все забиты уже. Жесткий? Да. Сколько вот он времени в игре пользовался манго, и сколько времени в игре он пользовался щиточком? Очень недолго. Я могу сказать, что клареточка он, скорее всего, и не воспользуется уже. Хотя, кто его знает, начнется какой-то страшный замес, за который он выдаст восемь станов, выпьет кларетку. Кстати, а врач кинг успевает нажать блейдмейл, если... А, ну по идее должен успевать. Если что. Ну, если на него... Если у Дэй его прячет в астрал. Ну, должен, должен. И типа урон нанести еще при этом. Да, да. Тюх. Где же мипка? Где же мипка? Ну ты же с хиксом уже, ну шо. Ну, кстати... А, вот, 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 вот и оп-оп-оп. Ништяк. Но... Статов мало. Пизда. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Чуть-чуть раньше. А дальше шо? Не стал. Да, если бы чуть-чуть раньше, там... Жестко очень могло бы быть. Ну, вот, типа не знаю. Ранний хекс это, конечно, круто в плане контроля карты. То, что ты можешь врываться там на всех, убивать и так далее. Но... Но статов мало. Ну, чё это за мипа, у которого 1500 хп? Что это такое? Говно какое-то. Ну, видишь, ПТ-тип на силу не переключил, это вот его главная проблема. Он же получает девятку себе с силой 18 клоном. В смысле? В прямом, типа у тебя сейчас с ПТ дает статы моим герою, которые сто процентов отдаются клонам. И сам клон еще с ПТ получает баф. А-а-а-а, да, действительно. Получаешься на ПТ клоном 360 хп, это очень жестко. Да, это реально жестко, ты прав. Ну, я не знаю, я просто смотрю на этого рискинга и понимаю, что он просто что хочет, то делает. Ему вообще никак никто не мешает в этой игре. Ну, и судя по счету, все остальные тоже себя нормально чувствуют. Не хуже, чем команда врага. Ну, денег не много, на самом деле. У врача? Они могут тут верновить. Нет, у мипаря. Ну, уже хексист, вся хуйня, то есть все нормально ворвется. Еще у Магнуса уже много денег. Сало... Аксинсируйте в Магнуса. Сало Лаймарбуз, тут недавно говорил, что Магнус сейчас это очень умовый герой, фармит быстрее всех в доте. Пока что он это доказывает реально. Сабелькой... 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 Сабелькой с банкой он очень быстро фармит. Кстати, кто-то убил Рошана, но я этого не заметил. Это был мипка. Блин, ну реально, переключи ты себе ПТ-шечку, ну пожалуйста, братиш. Что это за 1600 хп на мипа? Как так можно вообще играть? Где второй Dragonlance? Да... Не, он, конечно, и ловкость шарит, там типа 18 клоном дает, но... Да, но не настолько ему нужен урон. Ошибка. Ошибка Тейзен. Или нет? Теперь ошибка Тейзен. Бам. Как бы я отдал просто так. Так, набалтывается НКИНГ и во всех! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мрайс Кинг помирает первый раз. Фокус идёт в ВАКС, отличный крит по мипарю, но мипарь продолжает поддержать Врайс Кинга. Врайс Кинг разворот убивает мипаря, Бэдмелл нет! Обидно... Да... 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 Ништяк! Не, кажется это будет интересная игра. Я уже вижу все эти замесы, драчки там, туда-сюда. Так, что у Врайс Кинга дальше будет? Дальше даггер. Кстати, секундочку. Митяй, Миктор, не могли бы вы мне подсказать, а если Врайс Кинг использует рефрешер, то откатывается ли его ультимативная способность? Да, вроде как должен, а? Вы знаете, в таком случае я рискну предположить, что это не самый плохой артефакт для него. Даже если не откатывается ультимативная способность, порой этому персонажу часто не хватает достаточно немного, чтобы за стан, так сказать, убить какого-то врага. Или же в данной ситуации возможность рефрешера нажать Блейдмейл. А? 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 То есть он, вот как происходит, допустим, как вариант, он такой прыгает с даггера, дает стан, бьет героя одного с Блейдмейлом, его все бьют, не получается убить. Он, значит, встает после этого самого с ульты, нажимает рефрешер, сука, опять нажимает Блейдмейл, опять, сука, умирает и потом еще раз может встать. А? А? Как? Жёстко-жёстко. Сильно. Пока я смотрю, как разъябывает, друзьяшек, мне это нравится. Да. Так ебут жёстко, вообще. Просто ебут. И там, и тут, и там, и тут их все ебут. И рп опять. Алоха, давай, давай, блядь. Ну не, это чё-то как-то не 9000 плей, учитывая то, что там рядом дазл как-то, не знаю, я, видимо, подумал, что как бы уже не уходят в любом случае. Откатывается, я собираю иногда. Ты, блядь, даёшь, конечно. Собрать рефрешера на Врейскинге. Да не, на самом деле, на Врейскинге рефрешер норм. Вот, когда появляется БКБ, какой-нибудь, ну, Блэйд Мэйл, естественно, БКБ, чё ещё рефрешить можно? Ну, предположим, Даггер. Не? Хекс. Не, ну, Хекс в Врейскинге не будет никогда. Сатаник. Сатаник, да, но редко. Сатаник тоже обычно... Я тебе не угодишь. Ну, этому чару не собирается, Сатаник. Правильно? Алло. Да-да. Вот, у меня чё-то курс показал, что вылетел, переподключение, всё хорошо. То есть, мне тоже пишут, что мы у вас потеряли, но всё работает. Я просто не парюсь. Блин, кстати, я смотрю на статы Драгонлендса. Раньше это было забавно, типа, 14-14. Сейчас 12-12, и уже думаешь, ну... Но это всё равно он имбовый. Даже если он будет, мне кажется, 10-10, конечно, по статам слабо уже будет, очень слабо. Но так, в целом, насчёт... Не звучит, как хороший план. Да, но всё равно есть ранжак атаки. С другой стороны вообще-то даже нету, он бесплатно собирается. Так что не так плохо. В том-то и дело. Ну, ты сейчас получаешь за сборку трёх атомов сколько получается? Две силы? Нет. А, да. И две силы. Добриджу атаки. Две силы и ренджам. Просто покупаешь статы ради статов. Если будет 10-10, ты будешь получать меньше, чем... Хартфакты раздельно дают. Да, есть такое. Алло-ка! Алло-ка! Дамой! За что? За что вы так с ним? Левиафам с Хиромайтом, реально вы делаете это. Твои реквизиты... Мои реквизиты у тебя есть. Угу. Ну вот, появляется Этериал Блейд. Кстати, я хотел поговорить о... А, нет, здесь нет нюкса. Я спутал нюкса с анкингом. Такое бывает. У нюкса на 20 левеле есть талант плюс 40 к ловкости. Мне кажется, ради этого таланта просто можно ему покупать к этому времени Этериал Блейд. Всегда. И это будет нормально. Кроме того, что он с руки еще будет впарять, так наваливать. Особенно, если будет какая-нибудь венга, например. Ну, или, там, не знаю, ауру волка, что-то подобное, что бустит белый урон сильно в процентах. То это будет реально жестко. Там на квалах было несколько раз, когда они их собрали под тролля. И тролля под нюкса, и он тоже ходил и просто сам нападал и давал 3-4 тычки за свой стан. Ну да. Я, кстати, в последнее время очень сильно огорчился в нюксе через Аганим. Ему все-таки нужны всякие Дагира, Иулы и так далее. Я раньше помню, отставил постоянно то, что, мол, нюксы уебки, не собирают Аганим. Сейчас я понимаю, что я уебок. Я собираю Мидаса. А там как пойдет? Мидас, Мидас, да, Мидас одобряю. Блин, я за последнее время, за последние стримы так часто слышал кумыс, слово то, что я хочу кумыс уже. Что такое кумыс вообще? Напиток казахский. Молочный? Типа того. Типа того. А алкоголь не взломал в моей семье. Я бы сказал. Типа кефир только 20 градусов, там 30 может. И потом становишься Андреем Аглы и все, и по пизде. Ну-ка, щас в гугле пишем кумыс. По пизде, блять, объяснил Митя, конечно. Не знаю, как оно работает. В горе никак было. Ты вот сказал здорово, у тебя уже аккаунт спиздили. Здесь тоже типа не забалуешь. Бляжи за еб. У меня просто были законы казахи, которые вот этим промышляли. Ну, во-первых, это делается из кобыльевого молока. В принципе, ничего страшного, я думаю. Кислый. Из кислого кобыльевого молока. Да, кислый, кислый. Блять, но если это на вкус похоже на Тан, то пизда рулям. Похоже на Тан. Андрей Вячеславович. Да, Саша. Он налит Тану. Тану? Давай, давай, Тану. Хорошо, держи. Спасибо. Не, короче, не пойдет. Не хочу кумыс больше. Так, так они обошли друг друга. Неприятно. 3900 курьер умер. Магнус. Базбкбшечка и умирает за хекс. Ой-ой-ой, два крита от Рамзеса, 9000. Ему столько еще демеджа в Блэйдмейл вписали, он реально очень жестко сейчас выдал. Проблема в том, что он не трогал пока мипаря. Мипаря, типа, справится с ним. Да, мипаря определенно справится. Если захочешь подраться. Блин, надо будет как-нибудь купить, короче, Тан все-таки. И пить Тан для каждой смерти? Нет, я просто хочу сделать это. Я забыл вкус Тана на губах. Достаточно всего надо поиграть. Кримсон Гвард на аксе. Ну, в принципе, норм, нет. Кримсон Гвард норм. Я не знаю, это достаточно недооценен. Я недооценен на этом. Не, ну, конечно, все сводится к тому, что... А, ну вот, кстати говоря, насчет того самого Варлока. Он уже обладает восемнадцатом уровнем прокачки персонажа. И скоро у него будет рефрешер. Так-то, по идее, в замесе он очень много демажов дает. Ты можешь в этом курсе хуйнуть опрос Тан или Кумыс? А зачем? Ну, чтоб все прогрессовали. Это же хуенно. Я люблю... Реклама курса. Нет? Ну да, как минимум. Хорошо. Любой опрос реклама курса. Хорошо. Я как директор по макетингу. Создайте опрос? Да, 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 Саша, спасибо. Я сам не буду голосовать. По крайней мере, вслух. Мне кажется, Кумыс вряд ли можно будет найти где-то, заказать. Ну смотри, вон Митивихин съездил в Казахстан за Кумысом. Да? Да. Нормально. Нашел Казах, нашел Кумыс, все, кайф. Он большой любитель. Машини вон, спросите, он теперь в этом деле шарит. Все, я понял. Все, я понял. Я тоже. Ты же сказал, не будешь голосовать. Ха-ха-ха. Я буду голосовать. Пиздец. Я наиграл на ёпки. Понятно. Да. Блин, почему на Огрине взял 50 урона? Конечно, на такой жире-машине, у которой у нас 01700 кп очень хорошо иметь резист от магии, но, мне кажется, 50 демажа намного приятнее. Как ни крути Огру, как минимум, нужно бить крипов иногда. И героев он бьет тоже нередко. Хотя вот за этот замес он делал один удар, кажется. И я терпаю не в мипаре, но это такая ошибка. Ой-ой-ой, какие криты. Это не ошибка. А, там и есть. Без разницы, в принципе. Так. Вот она. Но сейчас может быть. Нет, не может ничего. Никто ничего не может. Все, приехали. Айр павор, это нету. Да, да им павор не особо помогут. Здесь больше, наверное, блэйдмейл. Да и то. Ну и парь теперь бы много. Он, ну, не так сильно себя бьет, потому что много ли копии бьет, но копии впитывает. Да. Afterlife. Найс. Два тика потерял, на третьем тике уехал. Ну, я так понял, хотел ОД, но ОД не пошел вперед. Просто я наполовину казах. Наполовину казах, полностью казах. Я считаю так. Казах однажды, казах навсегда. Да. Я думаю, твичи скоро сделаю интеграцию вопросов в сам твич, как бы, без курса. Кумыса? Так они уже поделись. Кумыса? Ой-ой-ой, эндерюльбан, закидывай, дави это говно. Да, но она там уже секретарь скинула, так что можно и на твиче проголосовать. Да? Работает секретарь. Ну да, там ссылка в чат залетела. Это Жорде, поехали. Не, секретарь у нас всегда работает, постоянно на месте. Ну... Снова угадал популярный. Только что-то я не вижу в этом апп-твич голосовалки. В курсе есть, а в твиче нет. А там статистика отдельная или та же? Да, ходи. По-моему, отдельная. Короче. Вообще, когда я создавала вопрос, то там давалась ссылка сразу. Не знаю, в чем разница. Ну, пока что интеграция, походу, еще не сделана нормально. Там непонятно немного, как это все работает. Пока может быть все через жопу. Но, что я хотел сказать, это то, что я, значит, хотел раньше попробовать бешпармак. Сильно хотел очень. Мне Дулат рассказывал как-то. Может бешбармак? В ашир играли. Что? Бешпармак. 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 Бешпармак это, по-моему, что-то другое. Бешпармак. Так, блядь. Окей. Окей. Сейчас. Одно мгновение. Окей. Давай, ты сможешь. Ага. У гуглить пошел. Ну, нормальная тема. Подожди. Ну, в гугле написано бешбармак. Действительно. Действительно. Беш, да. Да. Беш? Ну, на Б сделали. То, что он беш называется, это я знаю. Сложу в нормальный адарский ресторан. Подхаваешь. Выпечки. Так, секундочку, сейчас. Вот, вот, я бы хотел найти этот клип. Ну, там он сказал только что бешпармак вроде. Ну, бешбармак. Ладно. Окей. Но это все равно говорится похоже как бешбармак, бешпармак. По-казахски произносится бешпармак. Так, Дулат так мне и говорил. Я же от это самое, от истоков, от истоков, так сказать, знал все это. Ну, а как бы люди знающие называют беш. Просто беш. Ой, драки в готе. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю что происходит. Големы настолько огромные, что я ничего не вижу кроме них. Он еще под блудластом. Не, мне кажется я это самое, в прошлой жизни был казахом. Я ожидал. Ты хочешь об этом поговорить? Нет. Пускай просто останется как есть. Не знаю, некоторые вещи лучше. Значит не трогайся. Это внезапно. У меня уже эти вьетнамские флэшбэки пошли после этих слов. Был казахом, потому... Да мне дошло по-моему. Блин, до меня дошло по-моему. Блин, настолько интересная игра, что что-то даже смотреть в падлу как-то. Так, что тут у нас? Огрмаг, Маджай с Форсиком. Вообще, вообще, вот если быть прям серьезным и откровенным, я нахожу это ошибкой. То, что Огрмаг сделал себе Форстаф, а не Солар Крест. Во-первых, в команде Зе Дайер определенно должен был быть Солар Крест. И, вероятно, это, конечно же, не Магнус, не Сэнд Кинг. Хотя у Сэнд Кинга тоже, в принципе, есть возможность. Хотя нет, у него тоже нормальные артефакты. Короче, Огрмаг должен был сделать Солар Крест. Это бы очень сильно помогло команде. В принципе, и в Рейс Кингане так просто было бы убить, и ОД по нему умисало бы, или если в каком-то случае на врага нажимать, то, соответственно, убивать можно быстрыми паря какого-то. Ух ты, ух ты. Ну это, на самом деле, нечестная магия то, что в такой ситуации ОД может просто себе на изичах интеллекта наворовать. Все победа. Ой, 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 бэби найт. Оооооо, бэби найт. Мой герой. только нет как же он еще с ебанет час либо а чё так слабо я смотрю на стриме это реально жесть в чем сделал нет но это он сейчас реально очень сильно а я его еще так называл да так это получается неправда все было так а чё там у него есть 8 процентов курсом 60 секунд длительность эффекта аркейн ор поскольку длится всего 80 то есть по сути 140 секунд будет длиться это как бы такой примерный сларк он просто будет чем больше давать урону тему короче он в теории сможет накопить так интеллект интеллекта соточку себе игру перевернуть но я не уверен что он возьмет конечно потому что урон от способности он тоже в арке и норм зачитывается то есть эти 8 даже лучше чем фарк потому что он может ульту еще дать и сломать просто ебаник это правда это правда еще он делает актарин себе почему почему актарин есть инфа ты наверное хп ну типа он дает быстрее в любом случае актарин дает интеллект рядом этот астрал то не признать надо чтобы тоже поменьше когда было что когда ты прячешь какого-то кора просто пойти это решает 10 секунд по моему и так достаточно маленький кулдаун чего резать ну все равно ты повода брал кого-то коры и бьешь этих саппортов каких-то у снова убрал быстро ты прав я на самом деле по-другому скажу что когда хорошо хочется чтобы было еще лучше а когда плохо хочется чтобы не стало хуже вот у него первая ситуация так хорош так значит обрывает сакс как делал немножечко плохо умирает быстренько от в рейс кинга 1002 говорит ему рамзе с идет дальше пытается что-то сделать врывается в маленького мипаря отличный рп жёстко не вы понимаете насколько always one of line always one of line насколько он разрабатывает эту группу правил его это жесть качество качество плюс 20 процентов получаем опыту получает варлок на первом левеле на десятом левеле на первом первым талантом при этом он с меда секом он покупал еще книжки и сейчас он 23 левела gg не ну на самом деле сидит жест реально жест я особо не смотрел ничего я был занят размышлениями про казахстан про казахов и кумыс но раз получилось неплохой все равно может оверфроу соберем я не знаю мне впадут если честно вк3 может давайте реально может вк3 там ничего делать хотя бы не надо нет то есть я могу тебе найти мы там можем и жизнь на арене забахте что угодно о жизнь на арене это это надо что-то делать надо чтобы не надо было ничего делать я родилась и ружи играли здарова 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 как дела что делаете досмотрели игру тут а ты что делаешь я так сижу покерочек в течке рядом с того ну как обычно короче а это покерочек как играешь где играешь серый будем от 22 это что на настоящие деньги ты играешь покер подожди на тоже в россии я обошел клиент есть такая программа спрячь меня вот я себя спрятал о себе в покер старт сейчас нельзя я хотел короче недавно не вова написал про покер я думал такой а дай муж это тоже зайду богата я захожу а там мне предлагают поиграть на фишечки я говорю нет спасибо где у вас тут прям нормально было бля на ебало ничего не получилось я пытался через в пенку это зайти но все равно нихера не получилось 6 долларов я обошел эту систему ну два ван естественно что проще можно сделать эти установочные хуйню кину skype а ты такой оп 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 и все готово ты же любишь когда все готово когда все за тебя делают да но я уже пытался устанавливать типа покерный клиент другой какой-то страны он все равно автоматически обновляется до твоего нынешнего местоположения и говорить чтобы это нахуй шоу охуеть да так ну чё варкрафт играть да будешь с нами мне об этом устанавливать надо прочь хуйню я думаю что это просто попиздеть да давай попиздим вован как тебе твой опыт ведущего пока пока митя здесь митя и он был нормальный точно да он был очень хорош но вот настолько даже я просто как не включил там его в постоянно чмырили вот эти вот два остальных парня второй человек вытерпеть его вана и серёга одновременно когда они находятся в агросостоянии это золотого стоит я понял понял следующий вопрос еще владимир скажите как вы отреагировали первый раз на то выражение когда ребята я вот сам услышал мне прям обидно за тебя стало когда ребята сказали что в к венте раздевалку охранял ну знаешь я отреагировал на них указав на то что они бездарные аналитики и что ведущий предсказать больше матчей но с инмейтом там еще наравне так что каждый где-то бездарен хорошо я в к вене но они должны охранять раздевалку аналитиков настоящий но это жестко было реально жестко который не пропустил ни одного выхода в вана он этого не говорил да он сказал только сейчас я смотрел все был не так так может тебе под столом никого нет в ван или есть он есть там выработает человечек знакомым ясно хорошо бм андрей это подарок прислал спасибо тебе бмо десеет что это за игра да ну знаешь вован ты говоришь о том что на все готовенько там любишь вот я начинал свою карьеру в доту самых низов у нас не было ничего понимаешь мы приезжали на турнире мы играли и не то чтобы мы что-то выигрывали мы даже иногда еще должны были оставались но ты понимаешь суть была в игре в этом была жизнь а вот ты как раз но все готовое здесь и пришел раунд уяли загуляли директор до люди кабинет директора называется школьницы снимали хороший у нас секретарша не школьницы и 18 есть ой это слух сказал выкрутился выкрутился я смотрю вас стрим уже не первый час дойдет в аван стрим уже тут вот как бы девятый час почти но не хорошо не знаю мне хорошо а в кс-го уже играли да а чё ты кстати к нам не приходишь на кс-го ты чё педик да я не знаю не зовете нет ты блядь свои доты все в доту в доту и в доту и в доту все деньги вложил чё даримашку интер пгшку замутим вот меча я бы хотел бы обойтись без рпгшек если можно потому что это будет сейчас слишком долго я засну скорее всего время рпгшки потому что я уверен что если если мы будем играть какой-то рпгшек у меня есть одна рпгшка на примете это будет коротко просто кастл файт да 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 кастл файт кастл файт нужен только мне кажется в этот раз неплохо было бы в кастл файт поиграть 3 на 3 я пишу собачкину тащи его сюда собачкина не слабое звено еще жахнуть это за твои шутки можно и аккаунт потерять знаешь сколько у меня их я так даже на рп 10 переживу легко ты швил мой этот пермагрейт аккаунта золотые рамочки все прочее не так наш да каунты здесь андрей походу придется пробовать кучу я с я с радостью он кабачи говорит ну можно подожди газированная что-то там про ягоды сказал смотри это вот такой молочная с этим очень очень сильно кислым привкусом как будто знаешь молодую молодую ягоду сорвал зеленая такая инказированная звучит как дерьмо но все равно попробовать не интересно собачки нас будет 6 кто пока кто еще окей все значит на 6 поехали играть но я